ровкук делали крупы вернулись к фуку лолом яду на дам этот смог и дальше у царих на цвета по лапа лето и метро то есть человек должен судить себя и знать что он должен реализовать раскрыть свою истину и свою честность справедливость то истину это справедливость которую он чувствует внутри себя когда обещано ему что он пойдет пути веры то что все время говорил персика время и новая религия человек в центре ровкук это очень хорошо понимает раби нахвана наш он полон сомнений большом счету на с одной стороны есть такая божественная душа но с другой стороны вокруг этой точки столько грязи и так далее так далее очень многих учениях здесь нет никаких сомнений ищи свою внутреннюю истину ищи свою внутреннюю справедливость тот момент когда ты найдешь ты найдешь ты пойдешь в пути веры вдруг то что приходит мне в голову неправильно это сомнение это молок сомнение это мог не сомневаюсь иди потому что ты чувствуешь внутри себя это то что будет ровку как же должен заниматься своим делом то к чему он готов внутренне особенно это относится к учебе несмотря на то что иногда какие-то случайности делает человеку очень трудно заниматься тем чем чего желает его сердце и тем не менее он должен быть твердым и не оставлять то что чему способен его дух есть это врожденная способность особенно учебы в нескольких местах шесть люди которые более способны учить открытую тору есть люди которые более способны учить скрытую тору даже в самой скрытой торе говорим есть много разных подходов и человек должен понять к чему лежит его душа идти по этому пути это снова вера это то что человек верит в себя основной духовный труд у меня то что человек не чувствует удовлетворение внутри себя балла а дамы машем и машину сходят от того что я занимается тем что далеко от его внутренних наклонности изглотно почему человек чувствует разочарование удовлетворенность тогда должна заниматься не тем чем он должен заниматься он должен заниматься садару целища хрэль мусагава ацмим еши гуме тэш-тэш-бэзэцку утрофору не это не совсем понятно человек пытается освободиться от собственных сущностных понять что такое сказали битву сифрус там сидят пытается убежать от своего я так и бывает что он размывает этим свои собственные духовные способности тот особый цвет тут у особую форму которая есть в соответствии с природой его души души отличаются друг от друга может быть самое первое что я должен понять в академии хасидизма это что он отличается от других и другие отличаются от него и когда он пытается размыть эти различия он размывает собственных когда человек пытается освободиться от своего скажем года он теряет основу фундамент на который стоит вся его все его духовное знание попытка избавиться от эго бывает человек все стоит на его ад смеют на его сущности очень многие то что называется ховшим ховшим это светские нерелигиозные они пытаются освободиться от этой своей внутренней наклонности может быть речь идет про веру не знаю то есть иногда они имеют добрые намерения но дела их то есть в том что они и в конце века давнись что делали от его некми цинаром и ухать и никакого руха нет каждый человек должен стремиться питаться из того особого канала, который есть у него, свое духовное питание. То есть у каждого есть свой духовный канал, и человек должен найти этот свой канал и питаться от него. Иногда очень редко хорошо привыкнуть к тому, к чему он не так способен. Может быть, в нем есть какой-то сокрытый канал и раскроется посредством того, что он пойдет не по своему пути. Ни один человек не может спрятать свои природные наклонности, способности. Не важно ли это вызвано какими-то обстоятельствами или ложно понимаемым понятием политкорректности. Он обязан реализовать эту свою способность. Несмотря на то, что со стороны своего состояния он обязан заниматься какими-то другими вещами, которые занимаются далеки от писательства или от песни. То есть может быть, он будет зарабатывать на жизнь чем-то еще, но он обязан реализовать ту природную силу, которая в нем заложена. Он должен быть творцом, творить идеи и мысли. И невозможно ему закрыться в своем Талмуде, то есть в поверхностном изучении Талмуда, потому что пламя его души поднимается само собой и невозможно задержать ее бег. Хук почти ничего не говорит о Боге, вы заметили, нет? Он вообще не религиозный. Он продался сионистам. Сделал такую, придумал такую религию, которая похожа на религию, но на самом деле это чисто сионизм. И человек в центре, и все. А как же в смысле о ничтожности человека? А как же в смысле о греховности человека? Разве это не есть суть религии? Михаил, вы у нас новый участник, скажите, что вы в этом думаете. Спасибо, Рафыц. Я абсолютно вот... Я сейчас каждое слово впитываю, собственно говоря, поэтому я, наверное, еще не рано как-то анализ давать. Но, тем не менее, в общем-то, все, что вы сказали, мне очень близко. Спасибо. Это не я, это Раф Кук. Да, Раф... ну... Вы как-то, так сказать, ретранслятор его мысли. Мы, да, да. Спасибо. Человек должен расширять свой разум в соответствии его способности. Особенно, когда это относится к основной его цельности, корне его наклонности. То есть, если это относится к каким-то сущностям его души. Основа всего это знание Бога. То есть, если у тебя душа стремится знать Бога, постарайся прочитать все, что в этом написано. Вот так. Расширение знания, как я понимаю, о котором могут говорить другим из авторов, это уметь смотреть на это с разных сторон. То есть, если у тебя есть только один взгляд, он двумерный, он плоский, ты обязательно должен посмотреть на это еще каким-то образом. Это называется... Тогда у тебя будет широкий разум, когда у тебя будет несколько взглядов. Тогда ты можешь сказать, окей, здесь я хочу посмотреть так, здесь я хочу посмотреть так, что тот, кто по природе своей готов к широте взгляда, ему невозможно никаким образом ограничиться краткостью и ограниченностью. Это примерно, как мы иногда говорим, что вот есть ученики, например, Раф такой-то, который говорит, а мы читаем только вот то, что наш Раф говорит. Например, хабанники, да, у них, так сказать, только рыбы. Говорят, есть у тебя такая душа. Он беседор. Но есть души, которые устроены поиначе, они устроены широко. Есть люди широкой души. Люди широкой души, они должны иметь широкую картину, они должны смотреть на вещи с разных сторон. Один раз мы смотрим, как Раф Кук, другой раз мы смотрим, как Рабинах, вон третий раз мы смотрим, как Раф Штензак. Это природа души. То есть есть души, которые склонны по природе смотреть каким-то одномерным образом, а есть души, которые склонны по природе смотреть широко. Долей мамыки, мы шан лэмлит бацэр бэн, я нимшит химбет иван. Есть люди глубокие, которые не способны заниматься только вещами поверхностными по своей природе. Они должны проникнуть в глубину этих поверхностных вещей, пока они найдут также в них глубину. И тогда они смогут прокормить этим свои высокие души. Есть высокие души, которым, так сказать, мало кушать только поверхностные постижения. Именно глубокое постижение это то, что кормит их душу, насыщает их душу. Ацмиот лэ урым гдалима, маким, да, душа, которые жаждут высоких светов и глубин. Ацмиот лэ урым гдалима, макима, макима, макима. Иногда человек хочет быть простаком. Немножечко связано с этой историей Абинахмана. Он говорит, я хочу быть простым человеком в служении небес. Но поскольку у него есть способность постигать более глубоко, эти поверхностные постижения не удовлетворяют его, не успокаивают его. Для чего Всевышний так делает, что он не чувствует радости от такой поверхностной учебы? Чтобы он трудился и нашел жемчужины и принес этим пользу миру. Если поверхностное служение не удовлетворяет тебя, это значит, что ты способен искать жемчужины. И это называется страдание из любви. То есть человек страдает от того, что он не находит себя в духовности. Это страдание из любви. Благодаря этому он найдет глубину своей души и более глубокие постижения. Мы же на ады говорим к долинам, тот человек, который предназначен для великих вещей. До хима то его толкают, чтобы он узнал свое достоинство. И занимался Торой, изучаем Тору и молился в соответствии с той мерой, которая его достойна. А если он захочет сократить свою силу до более низкого служения простого. Он, как говорится, огорчен от самого себя. Вся жизнь его только огорчает. То есть не находит себе места, потому что он предназначен для чего-то большего. И он рано или поздно вернется. Или это будет скачком, или это будет постепенно к своему правильному состоянию. И тогда он получает какую-то крепость и мир. Внутренний мир достигает человека только когда он достигает той ступени, на которой он должен находиться. Пока он не достиг этой ступени, он чувствует внутренний разлад. Он чувствует, что он делает что-то не то, что нужно. Еще один ворд на эту же тему. Высокие души, у них нет покоя от страха и нервозности. Пока они не найдут ту ступень, для которой они предназначены по своей природе и по корню своей души. Пока человек не нашел свое место, именно высокие души. Пока человек не нашел свое место, он чувствует страх, нервозность, депрессию. И это заставляет его искать. Их стремление постоянно находится в божественном свете. Великое сияние ясного разума и великое желание и сильное желание служить Всевышним. И все, что ниже этого, не насыщает их голод и не успокаивает их дух. То есть, если человек чувствует, что он не нашел себя, значит, он не нашел себя. Что вокруг есть тысячи других, которые нашли себя, это их проблема. Это то, что здесь повторяется снова и снова. Не смотри по сторонам. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok